В Краснодаре 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 и никто не реагирует. Поданные жалобы в прокуратуру таинственным образом теряются прямо из кабинета прокурора. Я сама лично ходила на прием к помощнику прокурора Кривошееву, это прокуратура Карасунского округа города Краснодара. Когда прошли 30 дней, я приехала в прокуратуру и стала интересоваться, какой-то результат уже есть или нет. Помощник прокурора мне сказал, вы знаете, вот удивительные вещи произошли, но ваша жалоба пропала из моего кабинета. Куда, как, мы говорим, уже всей прокуратурой искали, но ее не нашли. Подавайте заново. В прокуратуре пропала жалоба, да? Да, пропала жалоба. Но это как все, что пистолет потеряет прокурору. Естественно, проверка не проводилась. И сам же этот помощник сказал, что, ну, я понимаю, вы правы, делайте, что хотите, пусть меня наказывают, но проверка не будет проведена, пока вы заново не подадите жалобу. То есть у них настрой очень плохой, потому что они чувствуют, что им на спину села какая-то, ну, по-другому не скажешь, банда каких-то людей, которые их обдирают как липку, да, подкладывают всякие там придуманные бумаги, там, сами здесь, сами не платят. Их бизнесы вокруг работают с похищением там энергетических ресурсов этого дома, которые они оплачивают, эти люди. Вот. Им звонят, угрожают, и выхода у этих людей нет. Скорее всего, хорошим это ничем не закончится. Поэтому вот руководство нового группы, мы к вам обращаемся как журналисты. Будьте любезны, приведите в порядок, если это возможно, пока что-то другое не произошло. Приведите, пожалуйста, в порядок ваше хозяйство. Обратитесь лицом к людям, перестаньте с ними поступать, как со скотом. Потому что могут возникнуть проблемы, которые вы не сможете контролировать. Возмущение может принять любые формы, даже очень неприятные для власти. Поэтому люди находятся в состоянии возбужденном, и они обижены, они считают себя обокраденными, они себя считают обжуленными. Я не знаю, как еще сказать. Поэтому выплеск этого, того, что находится в состоянии этих людей, может быть вообще любой. Есть какое-то ощущение, что все обращения в официальные органы для того, чтобы проверить деятельность вот этих бизнесменов, она каким-то образом блокируется на всех уровнях. Мы куда только не писали жалобы. Но, к сожалению, у нас в государственном крае нас не слышат ни правоохранительные органы. Жалобы у нас теряются. У жителей остается надежда на то, что избранный в этом году на должность начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Катасонов Юрий Александрович сможет разорвать коррупционную поруку в регионе и заставить соблюдать законы России обнаглевших так называемых «элит». На текущий момент возбудить интерес у следственных органов смог только репортаж местного блогера о проблеме жильцов этого дома. И только после этого была проведена доследственная проверка. Но даже это пока не возымело результат. Нам просто подготовили очередную отписку. Причем юрист управляющей компании Королева Олеся Владимировна спокойно нам сказала, ну, не питайте никаких иллюзий, получите ответ следователя и все. Зато попытка отстоять свои права привела к угрозам со стороны АВА-групп. Мне поступают угрозы от АВА-групп, что на меня подадут в суд. Соответственно, в суд они уже на меня подавали. О защите чести, достоинства, деловой репутации. Также мне от приближенных к АВА-групп жильцов нашего дома, определенной категории, скажем так, элитной, мне поступают звонки на телефон. Все я записываю. Вот мы сейчас управляющую компанию будут на каждого из нас подавать в суд, так все принесем. Так вы же сказали, вы не имеете отношения к управляющей компании. Только что были ваши слабости. Да, мы эту ситуацию вот с позволения главного редактора берем на свой журналистский контроль и ее не отпустим до тех пор, пока ситуация не наладится. Пока вы не поставите нормальные тарифы, хотя бы равные там по городу Краснодара со всеми остальными, пока вы не отремонтируете им дом. И это только одна управляющая компания одного дома. А домов у вас сейчас в управлении очень много. И мы этих людей тоже найдем и подключим к этой ситуации. И эта ситуация, она для вас будет очень неприятная. Девушки, ну вот мы пришли к Генеральной прокуратуре. Мы давайте подадим эту жалобу сейчас на действия всех должностных лиц. Да, надеемся, что справедливость будет восстановлена. Редакция «Момента истины» будет следить за этим делом и содействовать ходу следствия.